Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по Шарораму в стране Смешариков. Какой-то интересный квест подвезли. Итак, Нюша, рассказывай. Вообще, с Нюшей всегда всё интересно. Вот, по-моему, я такого не помню, чтобы она приехала и нам что-нибудь такое... Ну, вообще, непонятное подвезло. Всегда всё классно. Мы с Тузенькой едем на всемирную выставку собак. А чтобы всех-всех там победить. А на всемирную выставку поросят там в ней... Нет? Пускай Тузя тебя выставит, да? Но я слишком мягкая и ничему не могу научить Тузю. Может, ты его потренируешь? Помоги Тузе победить на выставке, а я подарю тебе спутника или костюм. То есть, мы тренируем Тузю, она нам его дарит, да? Ясно. Так, ну что ж, смотрим. Смотрите, небольшое обновление вот в разделе неделя, ну, добрые дела. Если раньше за эти вот задания давали только фишки, а сейчас стали давать уже ещё и опыт, да? А может, его давали, но просто он был здесь не указан, я не знаю. А может быть, просто не все хотели как бы делать задания, потому что ради этих фишек. А вот теперь кучу опыта дают. В принципе... Ну... Мелочи приятны, да? Вот смотрите. Открой клуб для посетителей. Просто открыть клуб. Дадут 100 опыта и 2 фишки. Вообще шикарно, да? А вот захожу, открываю. И класс. То есть, 100 опыта. Ага. И 2 жетона. Спокойненько получаю. А ещё вот задание собрать эликсира. Ааа... Вот, раз, два, три. Получается. Дадут тоже вот ещё одну фишку и 50 опыта. То есть, какие-то задания сегодня несложные. Ааа... Найди из обедей в клубах позитивную энергию. Тоже проще простого. Ну и заработать с Мишинкой в волейболе. Ну, в принципе, тоже несложно. Там же не живыми игроками играть, а с ботом, да? Может, потом сегодня и сделай, если квестник будет коротенький. Так, Тузя. Проведи тренировку на Снежной горе. Кликни там на табличку. Вот. Подарки. Спутник Тузя Чемпион или костюм Тузя. То есть, можно 2 раза пройти, получить вот хорошие подарки. Кстати, подарки вообще обалденные. Интересно. Сложно ли будет тренировка или нет? Ааа, смотрите, как здесь всё поменяли на Снежной горе. Это типа уже лето пришло, да? Ааа... Давайте посмотрим. Так, тренировки. Сила, нюх, ум. Сниму тренировку на телефон. На память. И ради лайков. Я готов. Устрои мне тренировку. Кликай на табличку. Ничего себе, Тузя какой большой. Ааа, на тренировке Тузе нужна награда. Корм, который придаст ему сил. Ааа, выбери пачку. Она красная, а не самая большая и с тремя полосками. Но вообще-то перед тренировкой кушать как-то неправильно. Хотя, не знаю, может собаку всё по-другому. Я знаю по себе. То есть, поешь там перед тренировкой, даже если за час, потом тренироваться тяжело, потому что всё у тебя в животе там булькает, мешает, трясётся. То есть, за пару часов за тренировки нужно кушать. Ааа, так, ещё раз. Она красная. У нас три красных, да? Не самая большая. То есть, левая отпадает. Ааа, и с тремя полосками. Зелёная вот там с двумя. Вот эта вот у нас с тремя полосками. Красная, небольшая и с тремя полосками. Опа. Тузя так высоко прыгнул. Вот что значит хороший корм. А я думал, хороший тренер. Продолжай тренировку. Кликаем табличку на горе. Аа, помоги мне нюх прокачать. Собери забытые кепки в кафе. А я по запаху хозяев найду. Блин. Ааа, четыре штуки, но хоть там не шесть, не восемь. Кафе, кафе, кафе. А где? А, вот одна. Девять минут. Так, а вот ещё... Там стакан. Да. Кепка ж одна. Как раз вот можно и волейбол сыграть, да? А в волейбол у нас получается... Смешинки десять нужно заработать. А сколько? Я уже не помню. За волейбол дают. А ну-ка. Да. Так, управление я уже не помню. Так, вспоминаю, как это делается. Ой. Крошек чемпион, так что с ним нужно поаккуратней. Чемпион, давай, сам себе вол забей. Ой, отлично. Тоже мне чемпион. Поныряние в бетон. Ой-ой-ой. Вот так тебе. Ох ты. Что, серьёзно? Я думал уже гол ему. Давай-давай-давай. Ай, отлично. Нет, как он его с пола вытягивает? Короче. Ого. Вот это игра пошла. О-о-о, отлично. Слушайте, 3-0. Сделать бы ему сейчас какую... Какую боль. Аргентина Майка 5-0. Но я сомневаюсь, что я чемпиона выиграю. 5-0. Видите, вот. А-а-а. Перекинул меня. Ой-ой-ой. Что, я заснул? Все, вначале поддался немного. Теперь начинает вот... Давить меня. Не надо. Ой, отлично. 4. Еще один разок. Не-не-не. Блин, что-то я... Фух. Ого. Давай-давай-давай. Перекатись и забей ему. Ой. Вот это напряженная игра, согласитесь. Крошек, обормошек. А-а-а. Ха. Вот это он, попрыгун. Это, короче, надолго, наверное. О-о-о. Есть. Все, Крош. Спасибо за игру. Всего 5 смешинок. Обалдеть. А-а-а. Может, надо было рекламу посмотреть. Блин. Не учел. Ладно, еще разок. Чемпион. А, интересно, на другой сложности дают тоже опять смешинок. Так что ж такое? Вот сейчас чемпион сам себе забьет гол. Крош, наверное, меня запомнил сейчас. Первые мячи не даст так легко заработать, как вот в прошлый раз. Блин. А-а-а. Уже опять. Блин. Ну, у него там оставалось одно касание. И я бы... Ну, ему бы стали гол. Вместо этого он так как-то кинул. Да что так со мной творится? Вот опять. Оставалось совсем чуть-чуть у него. Ой, отлично. Уууу. Вот это было круто. Сам себе, да? Вообще. Крошек, давай, повтори за мной. Мы же чемпионы с тобой. Профессионалы. Сами себе не забиваем. Ой, где он? Я его что-то с трудом вижу. А-а-а. Да ну как-то вот не пошло. Прошлая партия пошла. А сейчас вы видите, что творится. Просто взял меня и выиграл. С 5-1. Прошлый я выиграл. А эту 5-1 проиграл. Круто. Ну что, 1-1 решающая. Так. Надо хлебнуть кофейку для адреналинчика. Куда? Куда? Красавчик. 1-0. Белые начинают, и белые выиграют. Только если сами себе не забивают. Ай. Повезло, что от сетки в меня отскочили, а не в пол. Нет, ну зачем ты так сделал? Давай, давай, давай. Сам в себе. Блин. Взял, просто промахнулся по нему. Вот опять у него одно касание оставалось. Блин. Ну сам себе забиваю, а. Ну как так? Ого, куда? Я так быстро двигаться не могу, как он. Слушайте, вообще мимо все. Как-то вот первую партию он или поддавался, или что. Так куда ж? У него же уже не должно было быть ходового. Уже должен был быть гол. Уже сколько раз он на последнем касании выбивал все. Вот у него же нет касаний, да. Если бы я по-глупому не пропускал, вот. Уже все получилось. О, 4-3. Он сзади там вообще стоит. Караулит. Ой-ой-ой. Красавчик. Почти как я. Только вот я, когда начинаю на дальнюю закидывать. Сам себе забивать. Это, конечно, жесть. Блин. Фух, последним опять. А, нет. Такие вытянуть. Я не хочу проиграть. Ах, я выиграл. С 4-1 вытянул. Да, получается, можно было посмотреть рекламу и два раза больше смешинок получить. Но спасибо за игру, крош. Фух, это было жестко. Все, видите, выполнено задание. А что у нас на этой неделе за призы? Я уже их видел, да. Ну, конечно, я не успею. Просто уже решил. Раз такие простые задания. Вот кепка как раз созрела. Так. И в школе магов можно зелье опять, наверное, взять, да. Ого, 33 минуты. Вот оно что. А я думал, сейчас соберу их спокойно. Понятно. Так, ладно, мы не об этом, в принципе. Кепки у нас есть, скорее всего. Они же двойные у нас. С ШК. Так, секундочку. О, ура, Тузя нашел всех хозяев. А я все успела снять на видео. Продолжай тренировку. Кликаем табличку на горе. А, научи меня искать путь в лабиринте. Стану умнее. Отметь все лишние кусняшки, которые не ведут к выходу. Так, мы должны отметить все лишние, да. То есть, вот мы идем. Идем, идем. Вниз пошли этот тупик. Значит, мы их отмечаем. Правильно, они лишние. Так, обычно наоборот. Мы отмечали, которые ведут... Ну, которые правильно показывают. А здесь мы вот лишние отмечаем. Так, идем, 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 идем. Вот сюда опять тупик отмечаем. Дальше идем. Хотя так проще. То есть, мы отмечаем все, которые лишние. Вот тоже в тупик ведут. А те, которые ведут нас правильно. Вот мы. Не отмечаем. Так, еще раз. Пошли, пошли, пошли. Ага, вот это тоже лишнее. Так, идем, 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 идем. Вроде бы все правильно. Ничего себе. Да, все в моем видео. То есть, я нашел выход из лабиринта. Завершаем тренировку. Что и все? Новые эти появились, смотрите. Ого, Борг какой-то, какой киборг. А, я Джет Стед, а вон там мой пес Борг. А вы тоже на выставку собак едете? Так, это наша площадка. И мы тут тренируемся. А вы кто? В общем, да. Хорошо, мы тут с Боргом немного потренируемся и пойдем. Победа от нас не убежит. А почему это? Тузя тоже много умеет. Мы еще посоревнуемся. Да, а какой трюк ты видел? Такой трюк ты видел? Какой? Ого, ого, ого. Ты же робот. Смотри, я назвал этот прием хвостатым вихрем. Ну, конечно, крутой прием. Тот песик, правда, кое-что умеет. Но Тузечка все равно лучше. Да, я тоже так могу. Давайте попробуем повторить этот трюк. Хвостатый вихрь. Ну, давай. А зачем? Выпасть и повторять. А, научи меня прыгать. Почитай и напиши высоту планки, которую мне надо взять. Так. Третья неизвестная, да? Получится 30 сантиметров. Дальше 60 сантиметров. Ну, логично. 90, а потом 120, да? За 90 им нужно взять. Ну, метр для собаки это нормально. А Тузенька, мой бедный. Пока трюк не получается. Обсуди с Нюшей как быть. А в Шарараме живет пес чемпион. Может он поможет нам обыграть Борга? А помоги Тузе взять след чемпиона. Пройди по веревочке и отметь, какой запах учуял Тузя. Машинное масло, водоросли, лимон и орех. Так, ну давайте идем по веревочке. Идем по веревочке и приходим мы к водорослям. Какой-то водный песик. Чую водоросли. Значит, пес чемпион. Где-то рядом с морем. Отыщи его. Ух ты. А на самом деле вариантов у нас немного. Рядом с морем, да? Либо порт, либо пляж, либо бухта. Так, здесь его нет. Навскидку. Так. О, вот чемпион Корги. Кори. Корги. Хеллоу, не почешите мне за ушком. А почему хеллоу? Ты что, из Великобритании? А, ес. Потомственный Уэльш Корги. Кори Пемброк Пятый. Со двора Ее Величества. А значит, ты тот легендарный чемпион в собачьей выставке? Ес. За ушком-то почешите. А, конечно. А ты мне только помоги с одним делом разобраться. Благородство в моей крови. Всегда готов выслушать и помочь хорошему смешарику. Итак, я хочу обучить Тузю одному приему. А, хорошо, что я записала на видео трюк Борга. Покажи его чемпиону Кори. А, унюши... Завал из видео на телефоне. А ты еще нужная. Вспомни, как называется трюк Борга и выбери. Ноготочки на копытах. Хвостатый вихрь. Хвостатый виск. Четвероногий принц ушастой смерти. Финт пяточком. Ну, это, наверное, Нюша. Нюша бы делала финт пяточком. Хвостатый вихрь. Мы запомнили. Ну, нет, это невозможно. Ни один пес на такой не способен. Поговорите со мной, поделюсь, как победить на выставке. Я жрел, что это робот какой-то, а не песик. Поверьте моему опыту. Ни одна собака не сможет так прыгать. Ваш соперник задумал обман. Как же быть, Тузя проиграет? Конечно, нет. Во-первых, я научу Тузю одному приему, который и меня когда-то делал чемпионом. А во-вторых, посмотрим, как Джетстетт и Борг выступят. Вряд ли жюри им поверит. Круто, спасибо, сэр Кори, Пэм Брок Пятый. А мы с Тузей разучим секретный трюк. А вы собирайтесь в дорогу. Едем на выставку. Автобус ждет в Сити. Хорошо, поехали. На выставку собак. Что, а как же? Обучение. Ух ты. Что, две собаки, все, на выставке. Не прикольно. Поговорить с судьей, чтобы начать выступление. Площадка, конечно, вообще шикарная. Корин научил меня трюкам на скейте. А время удивить жюри. Помоги Тузе выступить на скейте и набери 1200 баллов за один раз. Управлять кнопками. А, ну понятно, как обычно катер, типа. Жизнь, замедление, ускорение, препятствие. Хорошо. Ой. Так. Ой. Не надо мне ускорения, блин. Что-то пока не могу сориентироваться. Так, все, оно незнакомо как-то. Блин, Х5 пропустил. Так, я буду долго собирать. Опять Х5. Ну, блин, надо замедление. А чтоб замедлиться. А, вот замедлился. Там жизнь была. Косточка. Ну, Х3 тоже, в принципе, изгодится. А, только если бы еще было чем использовать. Жизнь, хорошо. Отлично. Мало пока собираю. А, жизнь не успел. Блин, все пропускаю, все важное. И вот, взял Х5. Ну, хотя бы что-нибудь получить. Вот, 45 Х5. Хорошо. Еще 15 и жизнь. Х3 не успел взять. Ну, ладно. Уже половина очков заработал. Блин. О, Х5 и жизнь. Опять Х5. Только вот, толку брать Х5, если нет очков. Ха, 45 бы сейчас взять бы. И уже можно было закругляться. Ну, ладно. Опять жизнь. 10, 15. Ну, на такой скорости нереально что-то успеть. Блин, как можно было проскочить мимо 45? Ай, капец, надо срочно куда-то врезаться. 100 баллов еще набрать. Даже чуть меньше их. О, вон, было соточка. Короче, есть. Ура, Тузя, молодец. И ты молодец. А теперь посмотрим на выступление Борга. Фу, как-то оно непривычно. Вот, декорации мало. Гулое поле. Выскакают эти все штуки. Так, посмотрим на выступление, да? Ждем выступление Борга. Сейчас Борг покажет хвостатый вихрь. Он всяко круче вашей стузик покатушек на скейте. Посмотрим. А посчитает ли жюри такой прием честным? Ты? О чем ты? Все честно. Сейчас как-то докажу. Ага, мы все внимание. Ой, Борг оказался роботом. Кстати, я сразу так сказал. А, это против правил. Обсуди финал выставки с судьей. А, наш участник Борг оказался роботом, а не настоящей собакой. Дааа. Не понимаю, зачем отправлять робота на выставку собак? А чтобы победить. Джет думал, что робот сильнее любой собаки. Да только робот его сломался. Может, этому роботу просто не хватало тренировок, ха? Джета и Борга мы отстраним от участия в выставке. А теперь время назвать победителя. Ага. Ах, кто же это? Имя победителя спрятали в сундук и запрели ключ. А, это чтобы злодеи всякие не пронюхали. Выбери сундук, к которому подходит ключ. Ага, получается вот. Нужно по этим пазам определить. Первый не подходит. Второй не подходит. Третий, похоже. Четвертый не подходит, пятый не подходит. Третий, вот этот вот. И имя победителя Тузя. Круто. Ура, ура, ура. Так, судья. Давай нам реприз. Объявляю Тузя чемпионом всемирной выставки собак. Выбирай награду. Конечно же, вначале возьму спутника. Супер. Так. Панди, ты меня прости. У нас смена обстановки. У меня, кстати, медаль, по-моему, тоже где-то была. Какая-то. Нет? Не помню. А, нет, ладно, не медаль. О, вот так вот сделаю. Правда, и наряд уже нужно было переодеть. Но это вот уже второй раз можно пройти. И переодеться, как бы уже, чтобы быть с Тузей на одной волне. Ну, что ж, классно. Классное задание. Мне понравилось. Интересное. Надеюсь, понравилось оно и вам. Получили все призы. И хорошее настроение. На этом буду прощаться. Пора и мне тоже бежать. А по делам. Не забудьте поставить в этом видео лайк. Ну и оставайтесь с нами. До новых интересных квестов. Пока-пока. Пока-пока.